В центре европейской части России, в междуречии Волги и Дона, расположен старинный русский город Мичуринск с населением почти 90 тысяч человек. В 1932 году город назывался Козлов. Он был основан в 1635 году по указу царя Михаила Романова как крепость для защиты южных рубежей русского государства от набегов татар. В 19 веке развивалась торговля хлебом, скотом, сыромятными кожами, сукном, имелись кустарные промыслы. В 19 веке возникает переработка сельхозсырья, мельницы, скотобойни, салотопленные винокуренные заводы, табачные фабрики, элеватор. Имелось два чугунно-литейных и колокольные заводы, крупные железнодорожные мастерские. Мичуринск – крупный железнодорожный узел и узел автомобильных дорог. Второй по экономическому и культурному развитию город Тамбовский область. За успехи в социально-экономическом развитии в 1985 году он был награжден орденом «Знак почеты», а 4 ноября 2003 года указом президента Российской Федерации ему был присвоен статус «Наукограда РФ». Сегодня это единственный в России «Наукоград», имеющий аграрное направление. Своё имя город получил в честь великого учёного-селекционера Ивана Владимировича Мичурина, который жил и работал в Козлове. Мичуринский государственный аграрный университет – старейшее высшее учебное заведение аграрного профиля. Оно находится сегодня в стадии активного развития. Динамика этого роста определяется богатыми научными традициями вуза и поддержкой со стороны властей. История университета начинается в 1930 году, когда в бывшем Козлове по инициативе Мичурина был организован институт селекции плодово-ягодных культур. В 1934 году вуз был переименован в плодо-овощной институт имени Мичурина. С этого года началась подготовка агрономов плодо-овощеводов высшей квалификации. После войны начался период создания и укрепления материально-технической базы вуза, расширения научной и учебной деятельности. Эти годы отмечены творческим подъемом и значительными достижениями в исследовательской работе. В 1994 году институт был переименован в Мичуринскую государственную сельхозяйственную академию. Расчелся перечень специальностей, разнообразились условия приема, принимались все меры для обеспечения. Академия современным оборудованием продолжалась сотрудничество с зарубежными коллегами. В 1999 году академией был получен статус университета. Дартс в Мичуринском аграрном университете существует уже давно. Это один из видов спорта на ежегодных спартакиадах профессорско-преподавательского состава и работников университета, а также спартакиадов студентов в виде несложных упражнений, набора очков и большой раунд. Если можно так сказать, то более профессионально заболели игрой в дартс 4 года назад два сотрудника университета, Машин Владимир и Балашов Валерий, когда через интернет познакомились с ребятами из города Тамбов. Впервые для себя открыли игру 501, впервые выступили на проводимом федерации дартс Тамбовской области турнире, и с тех пор идем только в сторону развития в этом виде спорта. За эти 4 года приобрели небольшой опыт, участвовали в областных и российских соревнованиях. В прошлом году в городе Белгороде на всероссийском турнире «Летний кубок Белогорья» завоевали первые золотые и бронзовые медали в мужском парном разряде сборной команды Тамбовской области, в которую входили два дартсмена из Мичурицка. Благодаря руководителю спортивного комитета Гражданского университета в 2020 году была организована секция дартс. Был приобретен инвентарь, обустроен зал на шесть мишей. Секция работает и по сей день, и с каждым годом ее посещает и увлекается этой игрой все больше студентов, и в том числе жителей города Мичуринска. А вообще Мичуринск – гостеприимный город в самом центре России, где живут добрые и трудолюбивые талантливые люди, которые и приглашают вас к себе на турнир 29 октября, регистрация в 9.30, открытие начала в 10 часов. Добро пожаловать и спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!